Внешний вебинар по эзотерике. Давайте быстро поставим плюсики. Видно меня, слышно меня и начнем. Так, сейчас я посмотрю, началось или нет. Ура, началось. Надо поубирать свои бумажечки все, чтобы они вас не отвлекали и не мешали. Сегодня я постараюсь быстро ответить на ваши вопросы, которые вы задали. Вопросов 98. Также вы сейчас зададите вопросы. Сейчас я посмотрю, слышно или нет. Или нет. Слышно. Все. Итак, сегодня я опубликовал пост в своей группе в фейсбуке. В группе Дуйко Кайлас ЕРТЕ. Он называется так. Под этим постом вы можете задать мне свой вопрос, я на него отвечу. В сегодняшнем вебинаре по эзотерике, который будет проходить в 18.00. И именно сейчас он проходит. Итак, я открываю ваши комментарии. Их 96. Открываю все комментарии. Предыдущие. И начинаю отвечать. Итак, сейчас много событий, которые идут на территории России. Много событий, которые происходят у нас, а я нахожусь на территории Украины. Слава Украине! Сегодня человек написал, что он бы хотел, чтобы я проводил вебинары на украинском языке. Я же хочу вам сказать, что наша школа, она международная. И я могу проводить вебинары и на других языках, включая идиш, включая иврит, включая немецкий, включая английский, включая украинский. Но дело в том, что охват тех людей, которые являются не только украинцами, а являются еще и людьми, которые вышли или выходцы постсоветского пространства. Это могут быть казахи, узбеки, киргизы. Это могут быть люди, живущие на территории других стран и имеющие гражданство Америки или США, Германии, какой-либо европейской страны или африканской и так далее. Хочу сказать, что в большинстве своем эти люди разговаривают либо на своем языке каком-либо, там, армянском или немецком, английском и так далее. И дополнительно они знают еще русский язык. Я ориентируюсь как раз на этих людей. На улице, где-либо на заводе, при общении с людьми по телефону, я стараюсь и в большинстве своем спелкуюсь украинской мовы. Поэтому давайте не будем меня обвинять в том, что я не являюсь поклонником своей страны, не использую язык своей страны и так далее. Наша международная школа является международной и принята в нашей международной школе для удобства пользователей читать семинары на русском языке. А нужно будет, будем читать на английском. Итак, несколько слов о том, что же такое эзотерика. Эзотерика – это наука о эзотерике. Тайная, эзотерика – знание. Таким образом, терра – знание, эзотайное. Или терра может переводиться как земля, а эзотайное. И тайное знание, тайная земля, тайная наука говорит о том, что это тайна. Именно поэтому я хотел бы вам сказать о том, что вы там недопонимаете, не понимаете или думаете, что это так не работает и так далее. Говорит о том, что вы тайн не знаете. А для того, чтобы знать тайны, вам необходимо начать заниматься эзотерикой. Несколько слов об этом. Как это сделать? Прямо сейчас, или сегодня, или в любой другой день, перейдите на мой сайт Дуйко Гуру и начните изучать первую ступень или первую обновленную ступень эзотерической школы Кайлас. Это 10 занятий. Каждое занятие по 2 или по 3 часа. Всего получается 30 часов информации. Это тайные знания, которые в обычном таком виде получить практически невозможно. Именно поэтому и называется эзотерикой-эзотерикой, что большинство знаний нетайны. Именно из-за этого очень часто появляется такая неразбериха, когда люди, которые не понимают тайн, начинают слышать то, что говорит адепт, я себя таким считаю, то начинают думать, что он несет какую-то пургу, чушь, ересь и так далее. Но в целом это просто связано с тем, что они не знают той информации, которую знают все остальные ученики. И поэтому те ученики, которые начинают изучать эзотерику в моей школе, они по-другому воспринимают информацию. Ну что, ученики школы, здрасте. Итак, Лариса Дитко. Добрый день, Андрей Андреевич. Дочке 21 год, заикается с 3 лет. Можно ли эзотеристке помочь в излечении? Есть целый ряд таких эзотеристских практик. Что такое эзотеристская практика? Это ментальный образ или по-другому представление. Если представлять что-либо, то можно помочь человеку, как это работает, я объяснять не буду, это тайна. А вот как узнать, что это за тайна, проходите мои ступени. Итак, первое. На протяжении дня представлять, будто язык завернут, и он через горло находится и лежит, аж упираясь в лоб. Мысленно представляете, будто вы этот язык вытягиваете изо рта и распрямляете, чтобы он был ровный. Делать это необходимо, представлять, вернее, необходимо на протяжении дня, там 10-15 раз, когда вспомните. Делайте один месяц, эффект будет визуально виден. Второй метод. Когда человек спит, то скажите предварительно человеку, что я тебя приду и ночью разбужу. И когда человек будет спать, вы должны подойти, разбудить быстро человека. И когда он будет в сонливом таком состоянии, попросите сказать три простых слова. Сказать, привет, меня зовут, там, или моя мама, или мою маму зовут Оля. То есть, вас зовут Лариса, вот пусть она скажет, меня зовут, там, мою маму зовут Лариса Дедко. То есть, пусть скажет три каких-нибудь слова. Делайте это каждую ночь. Ночью это делайте два или три раза. Сделайте так пять-семь раз. Разбудите, пусть скажет что-либо несколько раз, после чего пусть ложится спать. Через два часа можно еще раз разбудить. Сделайте это пять или семь дней подряд, один раз в месяц. Где-то через два месяца вы увидите очень заметные, ярко выраженные улучшения состояния у такого человека. И с чем это связано, тоже объяснения имеются. Просто это, вы попросили, я вам объяснил, каким образом необходимо работать. А объяснять, как это работает, это уже эзотерика. Итак, Гульмира Кадролива. Подскажите, пожалуйста, как справиться с обидой на сына, сколько пробую практик, но никак не могу его простить. Спасибо большое за совет. Мы так устроены, что каждое событие, которое появляется в нашей жизни, фактически является событием, из которого мы должны сделать вывод. До момента, пока человек не делает определенный вывод, его мучают какие-либо качества. То есть, вот вы не сделали вывод, и вас события эти мучают, не можете сделать вывод. Каким образом необходимо сделать вывод и какой он? Смотрите, те выводы, которые вы делаете сейчас, эти выводы, они не могут помочь вам справиться с чем-то. Тогда вывод находится на другой поверхности. Если нарисовать это все, то будет выглядеть так. Вот смотрите, допустим, у меня забрали деньги, своровали и заняли. У меня забрали деньги, своровали, заняли сначала, а потом своровали. Человек не выходит на связь, я обижаюсь, это последние деньги, меня это беспокоит. Я очень злюсь на этого человека. Смотрите, человек обычно говорит, этот человек виноват. Второе, я в чем-то виноват и так далее. Для кого это вывод? Если человек так думает, я виноват или кто-то виноват, то решение не приходит. То есть, если человек злится на того человека, который занял деньги, если он его ненавидит, то он решение не принимает. Когда его может отпустить? Он должен встать на противоположную сторону. На противоположной стороне нужно сказать себе, я идиот и вывод, больше никогда, никогда, никому не займу. И дальше, я не лох. Человек говорит, я больше никогда никому не займу, я не лох. А вот этот, кто у меня занял, отдаст мне только другим способом. Как справиться с обидой на сына? Вы должны сделать вывод. Этот вывод должен быть таким. Что бы ни произошло, сделайте вывод, который абсолютно четко решает ситуацию. То есть, вы так больше не сделаете, или ваше сердце слишком большое, или я ни при чем, или пусть справляется сам, или, ну вот знаете, очень часто бывает, что у сына там наркотические какие-либо там мансы и так далее, ворует, а женщина переживает, обижается, выгоняет и так далее. Ничего не может сделать, никак не может справиться. И это связано вот с чем. Там необходима медицинская помощь, а не психологическая, не помощь мамы и так далее. То есть, вот, а мужчин и женщин часто загоняют именно из-за этого вот в какие-то такие проблемы. Анна Авакимова. Пошли проблемы, одна за другой, просвета не видно, что делать. Сейчас мы живем во времена, смотрите, что происходит. Российская Федерация начала войну с Украиной. Мы построим мир, захватим территории, назовем их своими территориями и так далее. Но сейчас не об этом. Побомбим города, разрушим там деревни. У меня знакомая, директор, директор по логову, как это, родильного дома, который находился рядом с моим заводом. Вот в первые дни войны там шли русские на танках и выстрелили в этот роддом. Вопрос, зачем? Кто-то мне может объяснить? Ладно, это не тема. И как это влияет на весь мир? На весь мир это влияет следующим образом. Весь мир помогает Украине. Там в Китае был COVID. Он шел там три года. У них нет денег, потому что больше 60 миллионов человек остались безработными, потому что был COVID. А сейчас многие страны начали смотреть или оптимизировать свои покупки. Вы знаете, что Китай в большом количестве производит всегда все ненужные вещи. А мир от просто нечего делать, постоянно покупает там миллионы совершенно бесполезных каких-то вещей, которые человеку в жизни обычно могут пригодиться один или два раза в жизни. Так, Германия, Евросоюз оптимизировал свои доходы. То есть люди начали меньше покупать ненужных вещей. Америка начала меньше покупать ненужных вещей. В Китае это вызвало большое количество безработных. В Индии вызвало большое количество безработных. Безработица сейчас появится как итог, появится и в Казахстане, и на территории всех стран и так далее. То есть то, что раньше было для человека, с легкостью он мог там быть посредником или с легкостью он мог там что-либо найти дешевое и продать кому-то чуть-чуть дороже. То есть быть посредником, представлять какие-либо услуги, быть человеком, у которого есть много там возможностей, объединяясь в какие-то корпорации и так далее, в какие-то системы. Сейчас мы переходим ко времени, которое мы уже, кстати, переживали. Это время такого всемирного кризиса. Это время кризиса и это время, когда необходимо пересматривать свое мировоззрение. Свое мировоззрение необходимо пересматривать в сторону. Первое, что я умею делать, тире, этим и буду заниматься. Второе, я ничего не умею делать. Тогда к чему я могу научиться быстро? Третье, если я обучаться не могу, если я ничего не умею, то третье, где я могу себя применить? То есть работать нянькой. Ну и так, первое, у вас есть там бухгалтерская, вы, допустим, знаете бухгалтерский учет, но не хотели раньше работать. Сейчас, когда нет возможности найти работу, вы раньше могли работать где хотите, что вам нравится и так далее. То сейчас уже выбирать, что нравится, не приходится. Нужно выбирать то, где будут платить. Выбираете работу бухгалтера, идете и начинаете работать. Второе, у вас нет работы бухгалтера, вы ничего не умеете делать. Переходите к образовательным курсам, начинаете искать, что бы вы могли делать. Это могут быть услуги, там, ресницы, ногти у мужчин, это там какие-то специальности, сварщик и так далее. То есть охранник, то есть вы начинаете обучаться чему-то и начинаете пробовать в этом зарабатывать. Третье, уже возраст такой, что обучаться уже поздно, и нет возможности, и не хочется. Ну тогда сами себе, отвечая на этот вопрос, говорите, каким образом можно оптимизировать это время, где я могу быть полезным, чем я могу быть полезным в этом мире для того, чтобы зарабатывать. Поэтому, когда человек говорит, пошли проблемы одна за другой, про свет, а не видно, что делать, я хочу вам сказать, нужно видоизменять свое мировоззрение. Ну, хочу вернуться, в общем-то, в тему. Помните, я когда-то говорил, обычно человеку плохо, и проблемы возникают в тот момент, когда человек определенным образом живет. Вот на примере, допустим, богатых и бедных людей. Неважно, из-за чего человек становится богатым, потому что есть одна сторона, там, много трудился, много работал, там, был более хамовитый или более хитрый, там, добился результатов, во власть ворвался и так далее, смог там забрать, своровать, намутить. Отмутить и так далее. Ну, и второй вариант, там, очень умный, начал зарабатывать, сделал свою компанию, заработал деньги, сам своим путем, там, все смог купить и так далее. И если это убрать, то есть это конкуренция по принципу ума или силы, и оставить чувство, потому что я, как эзотерик, обычно обращаю внимание немного на другие элементы. Я обычно говорю, что не наши мысли создают будущие события, а наши чувства создают будущие события. Чувства, которые формируются сегодня, которые формируются ежедневно и формируются сейчас, создают события в будущем. Вот нервы сегодня создадут плохие события завтра, переживания сегодня создадут плохие события завтра. Радость сегодня создаст прекрасные события завтра Почему так устроено? Смотрите, богатый человек, у него больше возможностей одежды Есть где жить, ездить, спать, его любят Он там здравоохранением пользуется, платным и так далее То есть он больше в комфорте находится, радости больше Второй человек бедный, нет возможности на здравоохранение зубы лечить Нет возможности детям что-то покупать, на работу устроиться Невозможно жить ни за что, пенсию не получаю и так далее Это приводит к большому количеству страданий Появляется чувство страдания Если убрать где больше чувств, то у богатого Если убрать богатый и убрать бедный, то получится даже не так Поставить богатый равняется чувства, которые радостные, бедные Обводим чувства, которые страдальческие Тогда как можно изменить свою судьбу для того, чтобы просвет пошел? Помните, я говорил, что человек устроен по принципу воздушного шарика Вся наша жизнь это некая гора, по которой карабкается человек Наша жизнь это гора навстречу к Богу, большой духовности, большому гуманитарному росту, к человеколюбию и так далее Вот так устроен человек У него есть две силы Одна может его приводить к тому, что он будет скатываться А другая может приводить к тому, что он будет подниматься И вот здесь находится душа, которая реагирует на наши чувства Если чувства радостные, если чувства возвышенные, если чувства посвященные любви, если чувства посвященные какой-то созиданию, человеколюбию, доброте То это поднимает и человек в жизни больше получает В случае, если чувства плохие, угнетение, ненависть, обеспокоенность, тревожность, злость и так далее, ненависть по отношению к окружающим То эти чувства утягощают Вот видите, водухотворенные чувства и низменные чувства Низменные чувства заставляют человека скатиться, водухотворенные подняться Все примитивно просто Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье Просвет будет побольше хороших чувств Здравствуйте, может ли человек, который выбирает путь целителя, проходить стенание? Естественно Для того, чтобы... Вот смотрите, еще Если человек не делает выводы в своей жизни То есть он не сделал выводы в своей жизни То его жизнь может заставить испытать стенание Каким образом? Человек занял деньги, его киданули Человек обвинил этого человека, который его киданул Вывод не сделал и сказал Та, нет, это просто человек дурак и так далее Потом снова занял или вновь занял деньги Потом вновь занял деньги Так и не сделал вывод Его нужно наказать Конечно, наказать за то, что он не делает вывод Каким образом? Ну, заставить его голодать Или заставить его страдать Это все называется стенание Вот для чего... Что такое есть проблема? Проблема есть стенание Какое стенание? Стенание тела, духа и души Таким образом, если в жизни все плохо То что хочет от человека Бог? Если в жизни все очень плохо То Бог от человека фактически хочет Чтобы этот человек начал получать Заставляет человека совершить расчет Заставить человека совершить расчет В виде страдания Таким образом, в случае, если человек говорит У меня проблемы, я не знаю, что делать Что нужно делать? Физические сильнейшие упражнения Так, чтобы сильно потеть Второе Обязательно голодание Вот как я выходил из проблем в свое время Я начал бегать Бежал так со всей силы Чтобы уже не было сил Поднимал тяжести После чего голодал Там один или двухдневный пост держал И таким образом Очень быстро проблемы исчезали Вообще, хочу вам сказать Что это один из вариантов Решения проблем в жизни Очень помогает Очень тяжелая физическая Либо работа Либо физические упражнения Есть еще третий вариант Стенаниями может являться Неудобные медитации Когда человек во время медитации Испытывает состояние Что ему нужно там почесаться Он неудобно сидеть Все занемело Вообще, любая боль Которую испытывает в этот момент Человек является элементом расчета За те глупости За то глупостное поведение И невозможности своим разумом Додуматься до того Что же человека хочет Бог Заставляет человека Извините У Бога же нет палки Он же не может по попе дать Вот заставляет человека Испытывать такие стенания Или страдания То есть это либо Боли какой-либо Физического недуга Ну и можно это все избежать Если начать там Практиковать мантры Или читать молитвы Либо поститься и голодать Либо там Ну вы понимаете О чем я говорю Конечно В случае если человек Выбирает путь целителя И у него начинается стенание Конечно Так может быть Когда человек Начинает заниматься исцелением То первое чем он начинает работать Он исцеляет своим состоянием Доброты Радости Которую он накопил Когда-то на первой ступени Уже говорил Что есть понятие В нашей школе Называется Психическая энергия Психическая энергия Это энергия Которая возникает В тот момент Когда человек От чего-либо в жизни Испытывает состояние удовольствия Он испытывает состояние удовольствия Так накапливается психическая энергия Радость приносит удовольствие Наслаждение приносит удовольствие То есть он по идее Увеличивает количество допамина То есть у него появляются Вот эти все элементы Он их потом реализует У другого человека Который болеет Передавая вот такую энергию Этому человеку Фактически излечивая его А берет фактически Карму этого человека На себя И может от этого болеть И расчетом этого всего Могут быть стинания Именно поэтому я часто говорю Тем людям Которые начинают заниматься целительством Первое Подходя к человеку Используйте свое духовное имя Второе Учитесь накапливать состояние доброты Учитесь накапливать состояние радости Учитесь проявлять радость И находить ее В минимальных элементах Жизненных проявлениях Найт То ноян Скажите пожалуйста Те цифры Которые вы дали во время войны Для Украины Для всех людей Которые на планете Земля Можете использовать это Цифры от войны Лариса Андрей Андреевич Підскажите Будь ласка Где мне кращая доля Складывается в Украине Чи в Польше И если в Украине То когда лучше Повертаться Краще будет вам Залишаться в Польше Не повертайтесь так Ще рану Нас извлечи Как То есть что вы Что вы у меня спрашиваете То есть если вы хотите Быть целителем Будьте Если вы хотите Оставаться поваром Оставайтесь Что вы от меня хотите Когда это произойдет А как я знаю Когда это произойдет Что вам мешает Скажите Я чуть-чуть не понял То есть кто должен это сделать Люди должны Вдруг подумать Что вы целитель Вдруг начать к вам Приезжать И вдруг вы начнете Исцелять То есть как вы себе Это видите Не понимаю я Как это должно Произойти Слушайте Я хочу поцеловать Свою жену И буду ждать Чего я буду ждать Только непонятно Хочешь что-то сделать Встань Пойди и сделай Обратился человек И говорит Андрей Андреевич Мы были раньше В Пхаламе Сейчас мы не в Пхаламе Помогите мне Мне нужно обязательно В Пхалам Хочу сказать вам Что в Пхалам Можно прийти Только в начале года Других вариантов Попадания в Пхалам На протяжении года Никаких То есть Человек должен В Халам записываться Только в начале года Людмила Скажите Будь ласка Чи не сыты Одежу Померло И подруга Еди ты Хочуть Меню Видать Одя Можно Можно Все в порядке Это никак не подействует На вас Магма Добрый вечер Можно изотерически Избавиться от тиков Особенно тики на языке Чем это связано Спасибо уважаемый Тики на языке Связаны С судорожными Явлениями Обычно Это может являться Проявлением Неврологического Заболевания Дистонического Заболевания Это спазмирование Сосудов По моему мнению Я так думаю Что убрать это Можно просто Обычным цинком Попринимайте Цинк Высокой дозировки И Сделайте это На протяжении 10-15 дней Такие тики на языке Ищем Инга Житня Поделайте Массаж Шейного отдела Походите К массажисту Допустим 15 массажей В месяц Инга Житня Андрей Андреевич Расскажите Как на фоне Войны и новостей Восстановить Псиэнергию Как снова Обрести Или приобрести Звучание силы Личной силы Заряда положительной И созидательной Энергии Спасибо Любим вас В эти Времена Информация Которую Вы должны Получать Вы должны Для себя Определиться Это определение Оно должно Быть таким Вы Я понимаю Вы устали Вам нужно Знать новости И так далее Но вы должны Определиться Вы Соучаствуете Или живете Вот если Вы Соучаствуете То у вас Будет забираться Энергия А если вы Живете То энергия Будет появляться Дело в том Что Я уже говорил Сегодня Тот Кто Соучаствует То это Выглядит Так Постоянно Быть Я понимаю Вас Постоянно Быть В ритме Новостей Постоянно Смотреть Какие События Проходят И так далее Но вас Это Измотает Если Это Делать Утром В обед И вечером Вас Измотает К чему Это Придет Начнутся Неприятности С чем Они Связаны Неприятности Связаны С тем Что Если Ты Не Участвуешь Войне То Ты Должен Вспомнить Свою Миссию Какая Ваша Миссия Вот Лично У вас Сын Жить Миссия Такая У вас Есть Ребенок Он Должен Вырасти Этот Ребенок Должен Или Или Два Ребенка По Моему У вас Даже Есть Мама Еще Вашему Ребенку Нужно Дать Образование Ему Нужна Будет Квартира Ему Нужно И Второму Ребенку Нужно Будет Обеспечить Дальнейшим Хотя Бо До Двадцати До Тридцати Лет Возможность Получить И хорошее Образование И так Далее Скажите Мне Кто Это Должен Сделать Бог Или Так Вот Вам Необходимо Там Отключить И Переключиться На то Что Называется Жить Ради Кого То Жить Ради Себя Жить Ради Идеи Жить Ради Своих Детей Включить Вот Эту Пси Энергию Как Я Обычно Это Говорю Психануть То Психаните На то Перестаньте Смотреть Новости Перестаньте В этом Участвовать Перестаньте В этом В это Погружаться Найдите Вновь Энергию И Начинайте Созидать Посвящая Каждый День Своим Детям Их Будущему Своему Будущему Ну Вот Так Как Энергетически Увеличить Энергию Есть Коды Это Ал На вдохе Ха На выдохе Алла На вдохе Ха На выдохе Фи На вдохе Ля На выдохе Ну Вы знаете Их Вы проходили Мои Морские Курсы Вводя Себя И представляю Будто Вокруг Вашего Тела Вот Такой Толщины Огненная Нить Такая Вот Такой Толщины Это Даст Вам Заряд Энергии Психонить Живите Ради Детей Живите Ради Будущего На самом Деле Если Война Это Большая Система Энергетическая Это Эгрегор Если Человек Подключается Вот Слушает О войне Думает О войне Я понимаю Все Но Вы Либо Участвуете В ней Либо Не Участвуете То есть Если Вы В ней Участвуете То Если Вы Не Отдаете Ничего Ни Деньги Ни Финансы То Она Будет Забирать Вашу Энергию Поэтому Когда Вы Переходите Любые Новости Любые Любая Информация И так Далее Если Она Занимает Много Времени Вы Просто Отдаете Часть Своей Жизни И Вливаете Это В костер Помогите Как Волонтер Там Или Помогите Финансово Этой Стране И так Далее Вот Как Надо А Если Просто Новости Ничего Не Делать То Вы Отдаете Энергию В чистом Виде Она Горит И Читать Нужно Новости А Не Смотреть А То Что Будет Будет Хорошо Сейчас Из-за Того Что По Моему Мнению Из-за Того Что Сейчас Россия Заявляла Что Она Воюет С НАТО Это Заявления Были Сделаны Многократно Об Этому Говорится Это Говорил И Песков И Лавров Об Этому Говорила Симонян И Там Каскадеры Хотел Сказать Ну Ладно И Соловьев И Так Далее Ну Вот Если Они С НАТО Воюют То Тогда Они Говорили Что Если Не Дай Бог НАТО Войдет То Мы Всем Там Конец При Этому Говорят Что Они С НАТО Воюют Отлично НАТО Не Брало Украину До Того Момента Пока Войны Не Было Потому Что Говорили Если Начнется Война И Будет НАТО То Тогда Будет Ядерный Удар И Так Сейчас Когда Определили Что Территории Конечно Объявят Войну И В этот Момент Украину Сто Процентов Тут же Возьмут В НАТО Поэтому То Куда Идет На Сегодняшний День Россия И Куда Ее Ведет Лысый Карлик Это Конечно Очень Печально И Нехорошо Знаете Я Сегодня У меня Есть канал Такой Называется Тибетская Формула Спасительные Рецепты Есть Такое Видео Я Когда-то Это Видео Записывал Когда-то Когда Очень Болел Онкологией Ездил По всей Украине И по России Там Где Только Не Ездил Общался С Целителями Хотел Книгу Написать Такая Целительница Была Из Красногвардейского Района Крымской Области Села Черновка Я К ней Ездил И Она Очень Интересная Она Вычитывала Молитвами Яйцом Воском Выливала И у Нее Было Целый Ряд Таких Таких Очень Нетрадиционных И Очень Необычных Способов Лечения Человека И Они Были Очень Эффективны Потому Что Люди К ней Шли В Большом Количестве Где Медицина Не Может Помочь Такие Люди Помогают И Хорошо Если Не Дадут То Она Специально Ничего Не Просит То Как Бесплатно Но Бедственное Такое Существование Она Вела Муж Еще У Нее Там Такой Постоянно Нетрезвый Сколько Раз Я Приезжал Ей Заплатил Деньги Говорю Вы Помогли Мне Хоть Немножко Что Рассказать Как Вы Делаете Она Мне Показала Как Яйцом Она Выкатывает К Списку И Интересный Ряд Таких Нетрадиционных Способов В мою Копилочку Которыми Она Лечит Людей Вот Один Из Нетрадиционных Способов Это Пить Каленую Воду То Необходимо Было Брать Гвоздь Его Накалять Этот Гвоздь Опускать Его В Холодную Воду Так Несколько Раз Делать После Этого Выпивать Вот Если У Женщины Климакс Если Она Такую Воду Пьет То Климакс Отступает И Я Об Этого Рассказал На Своем Семинаре Тибетская Формула Спасительные Рецепты Просто Так Потому Что У Меня Есть Сотни Людей Которым Я Такое Советовал И Они Действительно Избавились От Климакса В дальнейшем Кто Не Переживал Климакс Тот Конечно Не Поймет Какие Это Страдания Гипергидроз На Самочувствие Кровотечения Там Прочее Прочее Что Может Быть Приливы Это Все Изматывает Люди Становятся Нервными Беспокоенными Это Как Правило Очень Сложно Лечиться Есть Что Там Салфея Попили Или Там Морковку Попили Или Там Какую Таблетку Гормональную И Все Прошло А Есть Люди Которые Могут Болеть Там До Пяти До Семи Лет И Это Их Очень Истощает Ну И Вот Для Таких Людей Как Альтернатива Медицине Которая Советовала Эта Женщина Я Дал И После Этого Было Это Видео Набрало За Два Дня По Моему Полтора Миллиона Или Два Миллиона Просмотров Позавчера Его Опубликовали Вот До Сегодня Набрало Полтора Миллиона Просмотров Я Посмотрел Какие Комментарии Так Вот У меня Есть Программа Я Могу Провести Следование Какие Комментарии Положительные Какие Отрицательные И так Далее И Вот Такая Вот Ситуация 60% Негативных Комментариев И Где-то 20% Положительных Комментариев После Этого Я Зашел В Аналитику Даного Видео И Посмотрел Аналитику 60% Людей Которые Написали Комментарии Негативные То есть Они Начинались С мата Или С хамства Они Начинались Конкретно С пожелания Там Чтобы Лучше Гвоздь Себе Всунь И Дальше Сами Придумайте Куда Причем Так Люди Чужому Человеку Пишут Гадости Матом Начиная С мата Вот Эти 60% Это были Жители Российской Федерации Почему Скажите Мне Почему Нужно Матом Ругаться Почему Почему Откуда Столько Хамства Почему Это же Некрасиво Почему Нужно Думать Как хам Жить Как хам Ругаться По-хамски И общаться По-хамски Я многократно Об этом Говорил Даже Во время Проведения Своих Морских Курсов Это было Наглядно Постоянно Приезжают Жители И начинают Постоянно Ругаться То есть Нужно Не нужно При общении С учителем Вечный Мат Что это Такое Вообще Это и называется Дно Помните Я говорил Низменные Чувства Поесть Поспать Поматериться И возвышенные Богу Понимаете Вот У меня В семье Сложилась Непростая Ситуация Своей 27 Я до сих пор Живу С родителями Работаю Последнее Время Мы часто И слишком Редко Резко Начали Ссориться Из-за Того Что Им Не Нравится Мой Мужчина Они Буквально Внушают Мне Что Он Меня Не Любит Использует Найдет Другую Меня Выбросит И Видимся С ним В Две Недели На выходных Так Он Работает Другой Области После Ссор С родителями Начинаю Сомневаться В его Чувствах Ко мне Скажите Как мне Себя Вести С ним Действительно Ли Он Меня Любит Или Правда Использует Ли У нас С ним Будущее Спасибо За Ранее За ответ Ваша Ученица Второй Ступени Все Дело Вот В чем В случае Если Ваши Родители Они Счастливо Живут И у них Счастливый Брак Они Прожили В любви У них Радостные Отношения Были В случае Если У них Радостные Отношения Они Живут Давно В случае Если Мама Такая Счастливая У вас Радостная То Тогда Их Комментарии К ним Следует Прислушаться В случае Если Ваша Мама Выпивает Постоянно Нервная Материца Всех Ненавидит У нее Ничего Не получается Ни в жизни Ни в бизнесе Как Попало Живут С отцом И так далее То Тогда Не нужно Слушать То Что Они Говорят Здесь Еще Здесь Еще Не очень Понятно Сколько По времени У вас Идут Отношения Если Мужчина Хочет Отношений С женщиной То Он Не должен Приезжать Раз Две Недели Он Должен Взять Свою Женщину И Вместе С ней Начать Жить Увести Ее К себе Получается Не Получается И Начать Отношения Начать Или приехать К своей Женщине И Начать Жить У нее Это Такая Особенность А Когда Раз Две Недели Это Даже Отношениями Назвать И Сложно И Ненужно Я Если Честно Противник Таких Отношений Раз Две Недели Я За Либо Конкретно Начинаем Вместе Либо Конкретно Лучше Этого Не Нужно Хотя В Слушайте Родители Серго Туркадзе Я Ученик Шестой Ступени Не Могу Продвинуться Дальше Так Как Не Вижу Своё Сознание Объединил Практики Двух Ступеней Цицилиндр Котел Сублимации Ваджарный Котел Но Можно Либо С вашей Помощью На Расстоянии Увидеть Своё Сознание То Самое Голубовато Серое С Красным Кантом Без него Про Кнопку Благодарность Помню Серго Закройте Глаза Посмотрите На мой Палец Сейчас Закройте Глаза Смотрите На мой Палец Сначала Я Сделаю Три Вот Таких Движения Закройте Глаза Поставьте Указательный Палец Тоже Сделайте Три Раза Такие Движения На вдохе Раз Два Три Делайте Выдох Сидите Закрытыми Глазами Посмотрите Вверх Влево Вправо Вниз Еще Раз Вниз Вправо Вверх Влево Теперь Постарайтесь Смотреть Левый Глаз В левую Сторону А правый В правую Вот Сейчас Вы Видите Своё Сознание Не Торопитесь Можете Написать Увидели Сейчас Увидите Его Оболочку И Начнет Видите Голубенькое Или Красненькое Надия Выцотская Скажите Пожалуйста Изотерически Можно избавиться От белок На своем Участке Я живу В Канаде У нас Во дворе Каждый день Полно Белок Очень Пакостят Грызут Все подряд Даже Колеса От велосипеда Забор Для них Не помеха Лазят Даже По кирпичности Не дома Что можно Сделать Изотерически Никак Изотерически Я не умею Я не знаю Ничем Помочь Не могу Извините Светлана Стрюкова Спасибо За все Что делаете Подскажите Вероятно Есть Какие-то Там Есть Какие-то Методы Которые Могут Разогнать Белок Может быть Там Громкие Звуки Которые Создаются Там Какая-нибудь Технология Там Которая Будет Пикать Там Или Что-то Делать Чтобы Пугать Вероятно Что-то Такое Есть Подскажите Так Самым простым способом с белками является метод недопущения Уберите Уберите все чем может питаться белка Соберите земли Орехи Желуди Плоды Купите Керметичные Баки Приобретите Специальные Кормушки Для птиц Сажайте Кустарники Декоративные Подальше от дома На клубные Натяните Пластиковые Сеты Держите Разбрыз Разбрызгиватели В каком возрасте Восьми уроки Я с вами Кожного дня О Дякую Дуже приятно Марина Марина Как защищать близких От плохих людей Чтобы работала Для всей семьи Когда ставите ритуальную защиту Представляете Будто в этой пирамиде Находятся И ваши близкие Василь Лещук Добрый день Дриндрич Другой рік Намагаюсь Открыть Свою працю Але что Заважаю Завжди Будьте Ласка Передуйте Что и чому Чаров Дячны Учин школы Вся До речи Вся ваша проблема Связана З тим Что вы Чогось Завжди Чекаете И на когось Перекладываете Вам не надо Перекладывать Ні на кого Будьте Инициатором Будьте Руководителем Будьте Начинающим Начинайте У вас все Будет получаться Хороший вид Бизнеса Будет Все что Связано С передвижением Дороги Продажи На дорогах Велосипеды Где есть колесо Там у вас Деньги Светлана Охрименко Спасибо за книгу От жирное сердце Слушала три раза Мудро Талантливо Написано Хочу спросить Это вы о своей истории Монастыре написали Или нет Какая вам разница А не Борисова Мне очень Вообще Человек написал книгу И просто ее выложил Я эту книгу писал Несколько лет И у меня Задача была Не истории выкладывать А дать людям Возможность К тому Чтобы люди могли Увидеть Что там есть Определенные Эзотерические тайны Вообще Одна из тайн Данной книги Это то Что человек Который читает Эту книгу При окончании Чтения этой книги Становится добрым То есть Это и была Идея То есть Вот это Ваджарное сердце Оно должно По идее Открывать Ваджарный котел Идея моя была такая Я хотел написать Семь книг То есть Ваджарное сердце Из этого цикла Должно было Открыть Четвертую чакру Человека Там Аэропорт Это Уже написанная Книга Она должна Открыть Седьмую чакру Человека Там Дебили По-моему Я назвал Там О женщине Это первая часть Вот этого цикла Ваджарное сердце Она должна Открыть Первую чакру То есть Вот такие книги Я их собирался Выпускать Но Есть минус Этого всего Дело в том Что Времени я потратил На это много Книгу я издал В своем Издании И Сделал Аудиокнигу Аудиокнигу Я тоже Ее сейчас Выложил В нескольких Видах Все это Сделал Бесплатно Ну и Как человек Который занимается Бизнесом Я не увидел Того Что это может Приносить мне Прибыль Ну и Сейчас На первое место Ставлю То Что может Приносить мне Прибыль Оказалось Что написание Книг Это Неблагополучный Для меня Вариант Наверное Реализации И Наверное В данный момент Пока Вот такое Происходит В этом мире Все мои книги Наверное Еще в ближайшем Наверное Пятилетии Особо не увидят Этого Мир Наверное Их еще не увидит Ну а так Мне нравится Писать Просто Знаете Я люблю И Вот это Ваджарное сердце Это Некая такая идея Которая должна Взять человека За душу И дать ему Возможность Открыть сердце То есть После этой книги Он должен стать Добре Он должен почувствовать Себя ребенком Он должен почувствовать Или начать мечтать Вот такая идея была Там Во второй части Ваджарного сердца Она там по-другому Будет называться Человек должен Переступить И уже Там Об ответственности Такая история Есть История о том Как Там В плен Кого-то забирали Это было Время Великой Отечественной войны Там Есть история Из будущего Которая связана С тем Что принималось Решение И Никак люди Не могли понять Можно ли Принимать Решение Которое Говорит Автомат Или компьютер Такой Эзотерическая литература Очень интересно Мне неплохо Получается писать Потому что Я очень чувственный Человек Мне нравится Передавать чувства И Книги Получаются Хорошие Буквально Сегодня Писал Часть Вот этой книги Аэропорт Очень хорошая Получилась Я могу сказать Что если Посмотреть На Ваджарное Сердце То Книга Ваджарное Сердце Она в тысячу раз Вернее Аэропорт В тысячу раз Лучше Интереснее Даже Ваджарного Сердца Анни Борисова Добрый день Пусть народ Помирится Пусть Мир Появится Пусть Уже Что-то Где-то На место Станет Тогда буду Думать О книгах О чем угодно Анни Борисова Мне очень понравился Этот брелок Некоторое время Назад я его купил И я не знаю Что это означает Этот символ Сейчас объясню Про звезду Зная вот полумесяца Рядом со звездой Что значит Смотрите Полумесяц слева И полумесяц справа Обозначает Деньги и творчество Пятиконечная звезда Которая находится В Пентакле Обозначает Астральную энергию Если человек Поднимает над собой То это Богатство Успех Которое приходит Через творчество И через предпринимательство Вообще Магический символ Богатства Здравствуйте Здравствуйте Королеву И ее супруга Королеву И ее супруга А королеву Захоронили в гробах Отделанных свинцом Есть ли в этом Эзотерическая нота Или же причина Действительно другая Как нам Это Поднесли Конечно Эзотерическая нота Есть В целом Корона И Сама Система Английского Монархизма Связана С глубинным Знанием Эзотерики Я об этом Очень часто Говорил И говорил Что существует Несколько направлений Эзотерических И вот Одним из руководителей Эзотерических направлений Есть Королева Виктория Я об этом Раньше рассказывал Лауман Хелена Хочу задать Я вопрос Какой эзотерической Техникой Прогнать Нечестного Квартиранта Да так Чтобы далеко Из города Потом будет Преследовать Сожгите его Как я обучаю На первой ступени На свече И этого Будет достаточно Рябчикова Алена Подскажите Когда нам Лучше с детками Вернуться в Киев Из Германии Зимой Или лучше Здесь оставаться Возвращайтесь Аж Февраль Март Аж в марте Следующего года Виталина Бондарь Сейчас я в разводе У меня две дочери Живем мы в Португалии Долгое время Живу одна Скажите Будет ли у меня Еще мой единственный Выйду я замуж Единственный Может и нет А замуж выйдете Татьяна Щербина Парень не захотел Воевать И убежал Что его ждет Дякую За ваш бессильный труд Все будет Хорошо Для всех Вообще Не переживайте Не будет Ничего такого Опасного Сверхопасного И будет все хорошо Для него 100% Будет хорошо Оксана Хабырова Здравствуйте Андрей Андреевич У меня единое Пытание Коли сдох На московский Карлик Все когда-либо Умрут Просто это В его случае Будет не быстро Он доживет До преклонного Возраста И поверьте Мне Вы просто В нем Видите Единственного Человека И все думают Что это Единственный Человек На самом деле Это не так Там вот этих Людей Которые Вдохновляют Его их очень Много На самом деле Вся политическая Картина И вся Психологическая Картина Этого человека Выглядит так Он маленький Он никогда Сам не принимал Решения Он никогда Не мог Делать что-то Так чтобы Он вот Как человек Который Цитирует Как человек Который Не сам Придумывает Цитаты А человек Который Способен Цитировать Цитаты Придуманные До него Я допустим Тот человек Который Старается Сам цитаты Создавать Потому что Считаю себя Достаточно Умным Человеком А человек Которому 70 лет Который Вспоминает Цитаты Из своего Детства Нравится Не нравится Там В сортире И там Резиновая Резиновая попа И так далее То есть Это же Не его Придуманные Слова Это у него Цитаты Из его Жизни И так далее То есть Это человек Который Не творческий Человек Троечник Он ничего Не добивался В жизни Ему Ему Дали Власть Он Не умеет Ничего Делать У него Интриги Есть Люди Которые Его Поставили Которые Им Управляют Потому что Он Удобен Ну и Видя Дают Ему Там Дворцы И так далее Сам по себе Это слабый Очень Такой Незаурядный Человек Который Просто Созданный Бренд Страшно То что Вокруг Этого Человека Находятся Сотни Или Тысячи Людей Которые Питаются От этого Всего Вот они Заурядные У них Есть Свои Свои Задачи У них Есть Свои Внутренние Наверное И силы И желания И так далее Вот они Могут Влиять Вот они Могут И вот Такие Люди В случае Даже Если Как вы Сказали Московский Карлик Там Что-то С ним Произойдет То Те Люди Заменят Его И Все Продолжится Это Не решает Вопросы Поверьте Мне Совершенно Марина Верховец Знания Которыми Вы Делитесь С нами Очень Цены Помогают Во всем Очень Хотелось Бы Послушать Что Вы Для Нас Подготовили Здоровье И Счастья Вам Я Для Вас Подготовил Марафон Скоро Будет Проходить Марафон Вы Можете Изучить Информацию О моем Марафоне Этот Марафон Будет Называться Марафон Целительства И Будет Проходить С 12 По 22 Октября 10 Дней Где Я Буду Заниматься Целительством И Буду Обучать Людей Первое Быть Целителями Второе Помогу Вам Заниматься Самым Или Самим Исцеляться Индивидуальная Работа Также Я Проведу Циклы Обрядовых Там Будет Около Сотни Это Обряды От Харваведы Обряды Тибетские И Шанкаратантры Обряды И так далее То есть Целые Циклы Как показала Моя практика Действительно Люди Которые Проходят Мои Марафоны У них Заметно Улучшаются И Жизнь И Здоровье И Везение И Материальное Благополучие И так далее Мария Унила За дочку Хотела Спросить Она Сейчас В Америке Когда Ем Можно Возвращаться И Лучше Обустроиться В Америке Лучше Пусть Обустраивается Изучает Язык Живет Там Наталья Поинтересоваться Зачастую Деткам Выбирают Именно Легко Быстро Иногда Даже После Рождения Никак Его Не Подобрать Дочка Родилась 19 На День Михаила На Ваше Усмотрение Какие Имена Бы Подошли Хотим Назвать Злата По Святцам Это Христа Есть Мнение Что Двойное Имя Не Хорошо Я Считаю Хорошо Хотите Назвать Златой Хорошее Имя Можете Назвать Здравствуйте Остаться Мне В Британии Не Могу Здесь Найти Работу Только На Куриной Фабрике Смогу Я Со Своей Болезни Устроиться Не Навредит Мне Эта Работа По Здоровью Навредит Нужно Ли Там Оставаться Нет Старайтесь Устраиваться Клининговую Компанию Не Идите Туда На Завод Вообще По Возможности Возвращайтесь В свою Страну Андрей Андреевич Что Со Мной Не Так Последнее Время Ссорю Со Своими Сестрами Хотя Делить Нам Нечего Что Я Делаю Не Так Низкий Поклон Вашей Ученице И Поклоннице Вы Очень Мечтаете Перестаньте Мечтать Начните Отвлекаться От Своих Мечтаний И Сестры Перестанут На Вас Литься Клянусь Вам Вся Проблема Ваша Ваших Мечтаний Андрей Андреевич А Будет Новая Восьмая Ступень Будет Скорее Всего Я Ее Проведу Как Вы Относитесь К Подходу Формирования Жизни Джо Диспенза Отрицательно Лена Олена Очень Люблю Слушать Ваши Вебинары Спасибо Вам За Доброту И Человечность Вы Прекрасный Человек Очень Большой Молодец Мир И Радости Спасибо Подскажите Теретический Способ Метод Убедить Человека Съехать Без Конфликтов Как-то Повлиять Прошла Первую Обновленную Спасибо Большое Напишите На входной Двери Осторожно Гонорея Или Осторожно Сифилис И Перестанут Если Человек Приезжает Проститутки Будет Подходить Двери А там Будет Написано Бумажечка Приклеена Осторожно Вы Можете Заболеть Сифилисом И Там Клиент Внизу Подписаться И На этом Все Закончится То есть Клиентов Не будет Вообще Каким образом Убирать Человека Все Очень Легко Берете И Начинаете Сжигать Этого Человека На Свиче Первая Ступень Школы Кайлас Представляете Будто Там Вы Видите Эту Женщину Живучую У вас И Сжигаете На Пламени Свиче Свиче Используйте Правильную Восковую Мадави Ваши Знания Восхищают Просто Удивительно Прохожу Первый Десятый СНГ Эффект Вау Подскажите Скажите Стоит ли мне Продолжать Отношения Со своим Мужем Да Официально Разведены Но Есть Сын Смогу ли я Найти Кого-то Лучше Не пожалею Порву Отношения Наоборот Постройте Хорошее Отношение С вашим Мужчиной Он Правда Вас Любит Вы Можете Все Изменить Валентина Галякова Уважаемый Андрей Андреевич Как избавиться От Подигрок И Оскорблений Унижений А Моих Коллег Я И Коди Цитом Медитирую Стараюсь Игнорировать А ситуация Не меняется Три года Терпеливо Работа Мне Очень Нравится Подскажите Почему плохо к человеку относится Первое Человек Не коммуницировать Что такое коммуницировать Улыбаться Второе С кем-нибудь общаться Мило Просто так На любую тему Почему еще Бояться Что вы там Рассказываете И так далее Почему Потому что Осторонь Знаете Как это выглядит Один ведет себя Осторонь Ни с кем Не здоровается Всех боится Все время Голову вниз И так далее У этого человека Спрашиваешь Почему ты так делаешь Он говорит Ну потому что Не раздражать тех людей Калек Они плохо ко мне относятся А вы начните Коммуницировать Бояться тех Кто не коммуницирует А если вы начнете Со всеми улыбаться Спрашивать Как дела Там Принесете цветы Какие нибудь Начнете что-то Там Кому Девочки Давайте Ну не сразу А там Постепенно Это делайте А то Задумай А то Человек не коммуницировал Не коммуницировал Иначе Начните улыбаться Это первый способ Вообще Это прямо Очень важно Начните улыбаться Перестаньте Создавать вид Как будто Вы человек От всего Страдающий У вас Ну Я вас Просматриваю У вас Вот Лицо Такое Вы как будто От всего В жизни Страдаете Не надо Страдать Будьте Воздушны Такой Если у вас Темный цвет Волос Покрасьте В светлый Если у вас Светлый Покрасьте В темный Постарайтесь Изменить Что-то В себе Но Изменив Начните Коммуницировать Тогда вас Будут Воспринимать Как Начало Другого Человека Как Пожалуйста Не делая Массаж Не набрать На себя Ненужного Для того Чтобы Не набрать На себя Ничего Ненужного Перед Началом Массажа Произнесите Своё Духовное Имя Сейчас Буду Делать Массаж Не я А И дальше Своё Духовное Имя Понятно Можно ли Родителям Отдавать Долги За детей Да И у сына И так Проблемы Со здоровьем Не навредит Ли Это ему Как бетон И пол Яме Не навредит Здрасте Андрей Андреевич С великим Теплом И по вагоду Вас Видно Скажите Будь ласка Че Правильно Я роблю Че Постину Помогаю Петры Моих Ридных Это Священная Обязанность Всегда Запомните Всегда Запомните Всегда Абсолютно Старайтесь Максимально Поддерживать Своих Близких И Ростников Это Наша Священная Обязанность Это Правильно Бог Любит Людей Которые Священную Обязанность Имеет Поддерживать Родителей И близких Особенно Своих Детей Добрый день Андрей Андреевич Чеба Чеба Бахнуть По нам Тактичную Ядерную Сбровую Нет Скорее Всего Этого Не Произойдет И Это Не Произойдет Потому Что Скорее Всего В ближайшее Время Украина Будет Уже Частью НАТО А НАТО Будет Уже Частью Украины Уже Потом Знаете Если Незаконные Референдумы Становятся Законами То Что Мешает Без Всяких Документов Принять Украину В НАТО Вы же Понимаете Что Это Длительный Процесс Но Если Референдумы Это Длительный Процесс То Стать Частью НАТО Это Тоже Быстрый Процесс Вот Так Это Также К этому Можно Относить Людмила Бажан Здравствуйте Андрей Андрей Скажите Пожалуйста Будет Ли У младшей Дочери Детки Алена Тегетаева Были Оговоры В отношениях С моим Мужчиной Которые Дороже Будет Ли Встреча Открытый Разговор Восстановление Отношений С моим Мужчиной Когда Ну Нет Скорее Всего Нет Скорее Всего Отношения Такие Становятся Потерянными Нужно Что-то В этом Направлении Делать Вы Должны Быть Инициатором Попробовать Поговорить Юлия Булаткина Я Читаю Коды Еще Выграты В суде Залишилось Еще Трошки Устань Рывок Можливо Есть Еще Какаясь Новая Практика Чи Мантра Чи Код Наверняка На свече Сжигайте Суд Здесь Вы Что Хотите Чтоб Я Вам Здесь Давал Коды И Мантры Это Все Будет В Ютубе Рита Кулинбекова Спасибо За Все Что Делаете Для Нас Уникальную Школу Просветания Вам Во всем Учители Ученицы Четвертой Ступени После практики Садхана И совпадения Началась Работа Эзотерика Сын упал В школе Перелом Ноги Учительница Плохо Относится Сыну Посоветуйте Его перевести В другую Школу Или в той же Школе Оставить Перевести В пятый Б класс Мама Очень болеет Как ей Помочь Лечимся Одно Лечится Другие болезни Обостряются Маме 70 лет Вместе Живем И занимаясь Разборкой Что запчастей Работа Не идет Посоветуйте Пожалуйста Заранее Спасибо Смотрите Что необходимо Делать Сына Лучше Перевести В другую Школу Да Дальше Мама Очень болеет Как ей Помочь Мама Очень болеет Как ей Помочь Есть же Вот эти Есть рекомендации Есть коды Не так Легко С этим Всем Найдите Даже здесь Вот в группе Дуйко Кайлас И РТЕ Где вы написали Там коды Для здоровья Почитайте Для нее Коды Для здоровья Позанимайтесь Целительством Там есть Целый ряд Этих Семинаров И моих Ответов Как проводить Целительство У вас У вас же Есть ступени Сколько вы там Написали Ступени у вас Четвертой Ступени Там же Куча Всего Там я Рассказываю Как заниматься Целительством Чем мы помогаем Как помогать Неужели вы это Не слышите Это же мантр Я там не давал И кодов Для здоровья Не понял я Татьяна Татьяна Галерея Дарт Уже три недели Каждую ночь Слышны шаги В доме Неприятно Мешают спать Что предпринять В случае Если это Духи ходят Возьмите Серебряную монетку Положите В туалет И в чулан И все И перестанут Ходить Шаги Не бойтесь На вас Это никак не скажется Марина Александрова Ученица Восхищаюсь Знанием Добротой Одинокая мама Восьмимесячного Ребенка Его отец Бросил беременную И четырех лет Отношений Скажите Выйду замуж Да Буду ли я счастлива Да Получится ли Будущим остаться В Германии Да Низкий поклон Спасибо Гмб Баракадзе Как можно узнать О наличии порчи И родовых проклятий У вас Есть Надежда Сидоренко Можно ли читать Мантры и коды Людям Не являющимся Учениками Вашей школы Да Не берусь ли Я не за свое дело Беретесь Лучше этого не делать Становитесь Учеником школы Я кстати Вас сейчас заблокирую На канале Чтобы у вас не было Вы здесь не нужны Встанете учеником школы Потом приходите Добрый вечер Очень боюсь Чтобы единственный сын Не попал на фронт О все Добрый вечер Очень боюсь Чтобы единственный сын Не попал на фронт Он человек Мирной профессии В армии не служил Как спасти На территории Украины Есть призывники А есть еще Территориальная оборона Территориальная оборона Она имеет почти Два с лишним Миллиона человек Так вот Я знаю Это сто процентов Что проблем С набором Людей Которые будут Служить Настолько Реализовано В Украине Что в случае Если нужно Будут То будут призывать Территориальную оборону Обычные люди Которые Никогда Не держали В руках Оружие И там еще Не служили Они Никаким образом И никогда Не попадут На фронт Не переживайте Нелли Нелли Скалозуб 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 Я хочется Чтобы было счастливо И чего вам Божают Неповторимый Учитель Семьянин И просто Хороший Человек Тот Кто Лучше Всех Ухаживает С тем И нужно Жить Но Не с тем С кем Лучше Секс Смотрите Не с тем С кем Лучше Секс А с тем Который Лучше Ухаживает Вот А потом С тем Кто Лучше Ухаживает И секс Будет Лучше Елена Низкий Поклон Вам За труд И ученица Школы Кайлас У меня Большая Проблема Со здоровьем Сына Можно Помочь Эзотерически Моему Сыну 24 С 6 Летнего Возраста Болит Живот Точка Боли Находится На 2 Пальца Ниже Пупа Мы Очень Много Времени Провели В больнице Так Не Поставили Диагноз Если Ниже Пупа Болит У Ребенка И Каким Образом Измените Рацион Питания Уберите Жареное Молочное Острое Спец Переведите На вареную Пищу Часто Пусть Принимает Пищу 4 раза В день При этом Ничего Сладкого По возможности Минимально Сладко Все Вареное Побольше Овощей Начните Принимать Мои препараты Гастронорм Лизам Железняк Чай И Вылечите Как так Все Знают Каждый Гастроэнтеролог Скажет Что Если Ниже Пупка Болит Живот Это Гастронорм Раз Дякую За Нафтомную Прасть За Петрымку Практики Католики Цер Гениально Будь Ласка Добрый День Здоровья Подводит Нет Сил Спасибо Пожалуйста Может Ли Мама Пройти Обряд Раскрещивания Для Дочери Нет Добрый Вечер У Сынов Правом Вирусная У него Увеличение Лимфы Обычно Это такая Реакция На Вирусы Каким Образом Это все Убирается Есть Нетрадиционный Способ Народный Такой Необходимо Взять Одну Столовую Ложку Нашатырного Спирта Смешать С пол Литром Водки Принимать Каждый День Одна Столовая Ложка На Один Стакан Воды Неделю Три Раза Принимать Необходимо Пять Раз Необходимо Выпить На Протяжи Недели Потом Месяц Перерыв И Этим же Компрессом Прикладывать К Вот К этому Паху И Вот Это Все И Вера Водолей Мы Вам Уважаем Андрей Дрич Межреберная Невралгия Просто Замучила Ни вдох Ни выдох Спасибо За помощь Смазывайте Комфорным Спиртом Можете Принимать Любые Противовоспалительные Препараты Там Где болит Представляйте Глаза Огненные Как будто Из огня Глаза Это Метод Который Взял я Из Своего Семинара Который Называется Ментальные Методы Целительства Мубарак Габазова Здравствуйте Дорогой Андреевич Скажите Если читаешь Коды Для детей Надо с открытыми Глазами Всегда С открытыми Все читаем И мантры И коды Всегда С открытыми Проходите Первые ступени Объясняю Почему Светлана Малых Ваши защитные Коды Мантры Работают Анализирую Происходящее Событие В моей жизни Главное Теперь Материально Выкарабкаться Счастья Вам И вашей семье Окей Андрей Андреевич Скажите Что означают Цифры Постоянно Вижу 22 22 Как определять Что вам Хотят Сказать Нужно Цифры Между собой Сложить Вот видите 22 22 Это 4 Двойки То бишь Восьмерка Что обозначает Если Единица Это опасность Вашему Физическому Телу Если Двойка Появляется Добавится Что-то В жизни Если Тройка Нужно Срочно Предпринимать Какое-то Действие Если Четверка Обратите Внимание На свою Семью Если Пятерка Какие-то Трудности С бизнесом Если Шестерка Ваша Семья Требует Вашего Внимания Если Семерка Если Семерка Ваша Семья Может быть Ожидает Переезд Или Кто-то Будет Куда-то Уезжать Если Восьмерка Если Восьмерка Либо Это Проблемы Со Здоровьем На Которые Необходимо Обратить Внимание Это Может Говорить О том Что Скоро Могут Быть Какие-то Проблемы Там Сердцем Там Инфаркт Инсульт Это Может Быть Связано Еще И С Разводом Это Может Быть Наоборот О встрече Какой-то Может Говорить И так Далее Если Девятка То Это Финансовый Доход Прибыль А Также Нужно Изменить Свою Концентрацию И Начать Что-то Делать По-другому Если Десятка Это Единица Ну Конечно Это Все Очень Коротко Но Можно Об этом Говорить Очень Долго Нужно Провести Такой Вебинар Чтобы Только О цифрах Говорить О цифрах В эзотерике Тамара Рябинина Скажите Будь Ласка Як Будь Донь Седащий В ситуации Из работы Почала Працювати В готеле Поко И В Киеве Работы Багато Оплатят Мало Чем Працювати Далее Чем Може Что-то Это Не работа Для нее Девочка Хорошая Сто процентов Ей не надо Работать Партье Там Или Кем-то Прислугой Татьяна Мокряк Дорогой мой Учитель Поздравляю С праздником Пусть будет Ваш дом Полон добра Спасибо София Всегда остается Молодой Красивой Спасибо Мера добра Перерой Спасибо Диана Облонская Как отвадить Жалобщиков Кляузников Будораживших Коллектив Их знает Вся область И город Подскажите Посадите их В кристалл Посадите их В кристалл Какой-нибудь Черный Посадите их В черные четки Посадите их В черный кристалл Всех Оденьте Бусину На себе Подробнее Об этом Я рассказал В последнем Своем семинаре Который Называется Обрядовая магия Он очень Интересный Двухдневный С практиками И с мастер-классами Обязательно Его проходите Вот таких Вопросов У вас не будет Светлана Краснобаева Скажите Когда можно Вернуться В Харьков Когда его Перестанут Обстреливать До первого Декабря Можно Возвращаться К первому Декабрю Милая Мичель Как мне Эзотерически Помочь Дочери Откупиться Избавиться От булимии Нет Я сейчас Не могу Этого Вам сказать Есть метод Разделения Пройдите Мой семинар Обрядовая магия Я там Об этом Говорил Разделяем Дочь Разделяем Булимию И там Что делать Я рассказывал Один час Мне не жалко Вам здесь Рассказать Просто Это займет Очень много Времени А у нас Вебинар Сейчас будет Подходить К концу Здравствуйте Посоветуйте Свои препараты При аномии И песках Почках Мелкие Но много Вообще Самый простой Способ Избавиться От песка Это Вот этот Нашатырный Спирт Одна Столовая Ложка Нашатыря На пол Литра Водки Сболтали После этого Каждый день Пьете Одна Столовая Ложка На стакан Воды Три дня Пьете Месяц Отдыхать Вот три месяца Пропьете Девять дней Получается Камней В почках Не будет То есть Это Сто процентов Такой Эффективный Метод Вообще Выведения Камней В почках И песка В почках И так далее Нестандартный Я знаю Как это работает Но сто процентов Помогает Дальше При аномии Препарат Гемо Нем При аномии Очень хорошо Брать руками И тереть Об стену Вертикальную Так чтобы руки Натирались Вот Натирайте При аномии Руки Аномия Будет исчезать Оставаться Работать В Германии Или выезжать В украинский Мариуполь И реализовываться Дома В 2023 В Мариуполь Скоро Мой сын Будет здоров Сможет он Вернуться К своей работе Да Скажите пожалуйста Я могла Навредить сыну Тем что я подарила Атрибуты Кобры и Нанди После того Как подарила Фирма Начала распадаться Женой Ругается И начал Покуривать траву Живет в Америке Чем могу помочь Возможно Подарили Артефакт Который был Вы его купили А тот человек Который Его Вам продал Он возможно Его своровал Что нужно сделать Провести Дию Взять Огнем Вот так И по кругу Вокруг Вот этого Атрибута Попросите сына Пусть вам вернет Скажите Слушай Такая история Тот человек Который Я тебе подарил Вот этот атрибут Пожалуйста Ты бы мог Его мне вернуть У меня там Небольшая неприятность А я тебе Подарю что-то другое Если у меня Купили То тогда Не может быть Не может Нет Не может быть Это совпадение Мы сами делаем Они все освещены Даже Приблизительно Такого не может быть Скажите пожалуйста Если у меня Замечательный мужчина Зовет замуж А я не хочу С чем-то Это может быть связано Вижу что все женщины Хотят замуж А я нет Я не знаю что думать Если не хочется замуж Не нужно выходить Живите как живется Слушайте Наша жизнь Она не связана С тем что нужно делать То что должны Или то что хочет кто-то Просто живите Своей жизнью Своим миром Своим наслаждением Все нормально Вы совершенно Вообще Всегда считайте Что как бы вы не прожили Поставьте тире Скажите Как бы я не прожила Тире Я все равно прожила Правильно Почему Это моя жизнь Правильно Неправильно Все равно Ваша жизнь И все правильно Живите как хотите Видно в лыне И жизнь поперла Присыл За третийский марафон Видно в лыне И жизнь поперла Родственники в Америку зовут Но не хочется Украину пока Покидать Какая будет жизнь В Украине После войны Скоро 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 Будет расцвет Расцвет Будет очень быстрый В Украине Будет яркий Расцвет Украина Будет одной Из самых развитых Европейских стран Круче Сингапур Скажите пожалуйста Будет новая Восьмая Да Уже скоро Андрей Андреевич За дочку Хотела спросить Мило Сейчас в Америке Когда им можно возвращаться И лучше обустроиться В Америке В Америке Вы и там И здесь Я понял Ну что Хороший вебинар Получился в итоге Ну а что Есть у нас трансляция Это подвисло немножко Здравствуйте Андрей Андреевич Подскажите где можно приобрести такой посох как у вас только в виде собачки Спасибо Спасибо Не знаю Можно в интернете найти Трусарги Называется такой посох Продает итальянская компания Можно в Италии заказать И вам передадут Будет стоить Где-то приблизительно 200 долларов Моя дочка Встречается с парнем Он надел Судьба или нет Скорее всего он Скажите Я смогу вылечиться Врачи не могут Установить диагноз Надо что-то делать С кишкой И Смогут установить диагноз Скорее всего вылечиться сможете Не очень хороший диагноз Рады вас видеть и слышать Благодаря случаю в 2012 Знакомство с вами Благодарю за обучение И ваши знания Бесценно Спасибо Здравствуйте Да Спасибо Мы слушаем Вебинар по русски Вот видите Значит это кому-то нужно Итак Я желаю всем успеха Хороший получился у нас сегодня Вебинар На все вопросы Ну на большинство вопросов Получилось ответить Я буду и дальше Помогать вам Находить свой путь Еще раз хочу сказать Что В скором времени 9 Вернее С 12 по 22 октября 10 дней Будет проходить Марафон Это Двухчасовое занятие Утром И двухчасовое занятие Вечером Где я буду работать Как целитель с вами Это Целительство Которое называется Девятый семинар Целительства Будет здоровье Будет будущее Все это связано Тем, что сейчас В новом мире Изменяются Новые тела У людей Появляются Какие я буду проводить Обряды Это обряды Перестройки ДНК Обряды Искоревающие причины Заболеваний Прямые сеансы Целительства Коррекция здоровья Психоэмоционального состояния Работа с энергетическими каналами Дыхательные практики Осаны Комплексное оздоровление Всех органов По системам Люсин Настройка тела Вибрации здоровья Активация меридианов Комплексного омоложения Практики увеличения Жизненной силы Секреты молодости Долголетия Рекомендация Очищения организма Похудения Методы исцеления Изотерическая гомеопатия Системы выведения Внутреннего негатива Восстановление Психоэмоционального состояния Энергетические защиты Наполнение психической энергии Индивидуальный подбор продукции Индивидуальная консультация Индивидуальная работа С каждым человеком Через подключение Включаем ночное время Таким образом Будет проведена Комплексная работа С вами и вашим здоровьем Которая включает Все элементы Вашей Нынешней жизни Еще раз Будьте здоровы До свидания Прекрасного вечера всем Прекрасного вечера Прекрасного вечера